Привет! Хочу дать небольшой совет, как отучить детей от сахара. Среднестатистический ребёнок съедает около 30 килограмм добавленного сахара в год. Это только добавленный сахар, я уже не говорю о хлебе, макаронах, крупах, крекерах, то есть о скрытом сахаре. Не все это понимают, речь о добавленном сахаре. Подслащённое молоко, шоколадное молоко, подслащённый чай, фруктовые соки, газировка, спортивные напитки. Витаминные напитки. Они повсюду. О течупе, других соусах, мясе в панировке, наггетсах. Я вообще молчу. Список можете продолжить сами. Наша цель — добиться, чтобы ребёнок переключился со сжигания сахара на сжигание жира. Это улучшит настроение, умственную деятельность, способность учиться, стабилизирует сахар в крови. Уйма плюсов. Так что это очень важно. Проблема в том, что это либо белое, либо чёрное, без оттенков серого. Это вряд ли возможно сделать постепенно. Другими словами, в китос не войти, уменьшив потребление сахаров. Их нужно исключить совсем. Дело в том, что при наличии даже небольшого количества инсулина, китос сходит на нет. Хоть вы и снизите потребление сахаров, тяга останется, и сахар в крови будет низким. Вот так. Постоянно. Вверх-вниз, вверх-вниз. Лучшее решение этой проблемы — заменить сахар чем-то почти идентичным. Примером может быть адаптированное под кито печенье. Адаптированное под кито пироги и шоколад без сахара. А также кито-бомбы, то есть печенье из жиров. Если давать что-то такое на десерт и не позволять ребёнку есть крахмал, содержащую еду, вроде картошки фри, вы добьётесь переключения. Займёт это 2-3 дня. Ребёнок отвыкнет от сахара. И почувствует себя отлично. Можно даже добавить в печенье пищевые дрожжи, чтобы они попали к нему в организм. Но можно также подсластить их эритритолом, стевией или ксилитом. В этом случае ребёнок даже не узнает, что вы что-то подменили. Вам нужно просто сказать, «Сегодня вместо этого мы съедим вот это». И через 3 дня его тело адаптируется к сжиганию жира. У него улучшится настроение, и будет всё легче, легче и легче. Главное — подготовиться. В описании будет ссылка на большое собрание рецептов. Можно начать готовить всевозможные кетобомбы и в какой-то момент попросить детей помочь. И ещё нужно убрать из дома всю вредную еду и фастфуд. Всё сладкое, все продукты с сахаром, в том числе скрытым, чтобы остались только кетобомбы. Таким образом вы осуществите переход. Измените это и начните новый тренд всей семьёй. Я очень ценю ваше внимание, и если вам нравятся мои ролики, подпишитесь на канал, и я буду держать вас в курсе будущих мероприятий и вебинаров, которые начнутся очень скоро. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok